Сегодня в программе. Папа Франциско рукоположил 19 священников в базилике Святого Петра. Святейший Отец принял в Ватикане Международный союз генеральных настоятельниц. Свидетельница бомбардировок Хиросимы путешествует по миру и активно призывает к ядерному разоружению. Все это гораздо больше в Ромрепортс для России. В минувшее воскресенье Святейший Отец рукоположил 19 священников – уроженцев Италии, Японии, Перу и Гаити. Папа очень серьезно говорил об их будущей миссии и о новом шаге на жизненном пути. Он попросил их ставить Бога в центр своей работы, чтобы не осталось места клерикализму. Это не культурная ассоциация и не профсоюз. Вы станете причастными к служению Иисуса. Пусть ваша жизнь будет восхитительным фимиамом для верующих во Христе, людей молитвы и жертвы. Святейший Отец попросил их быть в тесном сотрудничестве со своим епископом, братьями-священниками и народом Божьим. Он также посоветовал им много молиться и служить Евхаристию в вере. Никогда нельзя произносить проповедь, если ей не предшествовала особая молитва с Библией в руках. Не забывайте об этом. Совершение Евхаристии – это кульминация Божьего дара. Пожалуйста, не засоряйте ее мелочными интересами. В этот день вся церковь праздновала Всемирный день молитвы о призваниях. Рукоположенные священники принадлежат к разным институтам церкви. Восемь человек из священнического братства сыновей Креста, один из семи апостолов, двое из римской семинарии и еще восемь из неокатахуминального пути. Недавно епархиям разрешили организовывать паломничество Меджугорье. До этого дня были разрешены лишь частные поездки. Это стало возможным благодаря тому, что церковь признала духовные плоды от этих паломничеств, о которых свидетельствуют люди, обращающиеся в веру после посещения этого места. Ватикан подчеркивает, что это не означает, что были подтверждены возможные явления Богородицы в Меджугорье. Церковь до сих пор изучает эти случаи. Напомним, что неподтвержденным данным эти явления произошли в бывшей коммунистической стране Югославии. 24 июня 1981 года шесть молодых людей в первый раз увидели женщину, которая их звала. Женщина назвала себя Богородицей, Царицей Мира. Она хотела передать молодым людям послания, примирения и прощения. Эти явления происходили ежедневно около 6.30 вечера. В 2010 году Папа Бенедикт XVI созвал комиссию экспертов, чтобы те опросили свидетелей и проанализировали все аспекты этого вопроса. В 2017 году на обратном пути из Фатимы Папа Франциск рассказал, чем закончилось это расследование. В отношении первых явлений, когда свидетели были детьми, в отчете сказано, что это подлежит дополнительному расследованию. Что касается якобы возобновившихся явлений, которые происходят в наши дни, отчет выражает свои сомнения относительно их подлинности. От себя скажу, что я настроен негативно. Я предпочитаю думать о Богородице как о нашей Матери, а не как о главе почтового отделения, который посылает нам телеграммы каждый день в одно и то же время. Это не может быть Мать Иисуса. Эти предполагаемые появления не имеют достаточного подтверждения. Это мое личное мнение. Папа также сказал, что несмотря на сомнения, кажется, людям помогает паломничество Меджугорье. Некоторые люди обращаются после посещения этого места, находят Бога, и их жизнь меняется. Это не происходит по мгновению волшебной палочки. Это духовный и пастырский факт, который нельзя отрицать. Папа выразил озабоченность тем фактом, что в этом случае гораздо больше внимания уделяется свидетелям явлений, а не самой Богородице, а также тем, что посланий много, как и секретов. В настоящее время трое свидетелей первых явлений утверждают, что продолжают видеть Богородицу ежедневно. Четвертый свидетель говорит, что видит ее раз в месяц, а оставшиеся два – раз в год. Скорее всего, первые явления, случившиеся семь дней подряд в 1981 году, будут признаны церковью потому, что многие из посланий, которые тогда были получены, позже повторились. Как бы там ни было, визиты в Меджугорье приносят духовные плоды, несмотря на то, что еще не принято решение о достоверности явлений Божьей Матери. Недавно в Ватикане Папа Франциск провел встречу с членами общины цыган, которые живут в Риме и в его окрестностях. Это была очень эмоциональная встреча, во время которой прозвучало множество свидетельств. Например, отец Кристиан рассказал, что предубеждения против цыган до сих пор живы в нашем обществе. Я помню, что первое, что сделали мои братья-семинаристы, это спросили меня, не живу ли я в трейлере, не прошу ли денег, и не моя ли семья ворует кошельки на станции Термине. После своей речи священник передал это письмо святейшему отцу. Потом другие участницы встречи рассказали Папе Франциску о трудностях, с которыми сталкиваются женщины и их этической группы. Сложно быть женщиной, живущей в самых экстремальных районах пригорода. Мы сталкиваемся с ненавистническими высказываниями, а также с насильственными нападками на наши общины. Эти проблемы постоянно растут, и это вызывает у нас глубокую обеспокоенность. Папа выслушал их рассказы и проникся их болью. В обоих свидетельствах присутствовала эта горькая боль отчуждения. В семинарии они спросили вас, не попрошайничаете ли вы, и не воруете ли на станции Термине. Папа сделал все возможное, чтобы приободрить собравшихся, а также сильно раскритиковал тех, кто судит других в соответствии со своими предубеждениями. Правда, что есть разные люди, но по-настоящему второсторным гражданином становится тот, кто отвергает людей. Эти люди не знают, как принимать других. Они живут, навешивая ирлыки. У них всегда в руках швабра, которую они выметают других. Папа сказал, что понимает, что они могут чувствовать обиду, поэтому он обратился к ним с особенной просьбой. Когда приходит обида, отпустите ее. История сама расставит все по местам. Негодование отравляет всего человека, его сердце и разум. Обида ведет к отмщению. Однако мне кажется, что не вы изобрели отмщение. В Италии есть организации, которые на этом специализируются. Вы хорошо понимаете, о чем я говорю, не правда ли? В конце этой встречи папа сфотографировался с ее участниками и поприветствовал их одного за другим. В этот раз святейший отец получил множество подарков. Цыгане спели для папы, а он подписал их фотографии. Папа Франциск прибыл в Латеранскую базилику чуть раньше семи вечера. Прежде чем встретиться с местной общиной, он поприветствовал эту цыганскую семью, которая пострадала от российских нападок в родном римском районе. Эти умонастроения пропагандирует одна из фашистских группировок Италии. Однако есть и те, кто принимает эту семью. В семье Амировых было предоставлено жилье по низкой цене, и они несколько дней жили в помещении под защитой полиции. Своим отношением папа Франциск хотел выразить близость с этой семьей и полное осуждение всех форм ненависти и насилия. Папа Римский, будучи епископом Рима, выслушал свидетельства различных священников и семей из его епархии. Говоря от сердца и не пользуясь своими записями, святейший отец произнес проповедь, в которой он предостерегал от российских взглянов. Сегодня в Ватикане я провел встречу с пятью сотнями цыган и услышал их болезненный опыт ксенофобии. Будьте внимательны, потому что глобальный культурный феномен популизма, по крайней мере в Европе, растет сей страх. В конце встречи Папа напомнил всем римлянам, что ничто не оправдывает презрение к ближнему. Он говорит, что тот, кто презирает и унижает других людей, никогда не узнает, как передавать веру и евангельские ценности. Китайцы больше других тратят на путешествия. Расходы Китая на туризм достигают суммы в 250 миллиардов долларов в год. Столько же тратят жители Германии и США вместе взятые. Смотрите далее. Мы расскажем вам о новом указе Папы в отношении расследования случаев сексуального насилия в церкви. Вы смотрите Ромрепортс на Россию. 10 мая в Ватикане святейший отец принял на аудиенции Международный союз генеральных настоятельниц. Более 800 монахинь из 80 стран собрались на пленарную ассамблею. Они приняли епископа Рима с огромным энтузиазмом. Я и не представляла, что когда-нибудь буду сидеть по правую руку от святейшего отца. Эта встреча проходила в формате беседы. Папа решил отложить все написанные заготовки и затронул разные волнующие его темы, в том числе вопрос о женском деканате. Напомним, что ранее была создана комиссия, которая исследовала этот феномен в первые века христианства. Папа сообщил, что согласно предварительному отчету, комиссия не смогла прийти к единому решению, поэтому предстоит дальше рассматривать этот вопрос. Я не могу посвящать в Сан без богословского и исторического основания. Тем не менее, было проделано много работы, но результатов пока мало. Однако это шаг вперед. Конечно, была такая форма служения. Особенно в Сирии, в тех местах. Чуть позже я позвоню членам комиссии, чтобы узнать последние новости. Мы должны продолжать изучать женскую теологию. Во время этой встречи Папа затронул тему насилия в церкви, а также говорил о положении монахинь в этой связи. Он сказал, что знает о злоупотреблениях властью и совестью, из-за которых пришлось пострадать многим монахиням. Насилие над монахинями – это серьезная проблема. Я знаю, что такое происходит и здесь, в Риме. Мне об этом рассказывают. Я говорю не только о сексуальном насилии, но и о злоупотреблении властью и совестью. Нужно бороться против этого. Давайте скажем «да» служению и «нет» рабству. Вы стали монахинями не для того, чтобы стирать белье священника. Нет. Эта монахиня из Южного Судана спросила Папу, приедет ли он посетить ее страну и посмотреть, как живут люди. Я не могу обещать, что приеду в этом году. Но когда я поеду в Мозамбик, Мадагаскар и Маврики, у меня будет время заехать туда. Я очень хочу поехать в Южный Судан. Ему принадлежит мое сердце. Другая монахиня пригласила святейшего отца посидеть следующую пленарную ассамблею генеральных настоятельниц, которая состоится через три года. Я буду планировать это. Но я не знаю, буду ли я жив к тому моменту. Если да, то, конечно, приеду. Если нет, передайте привет моему последователю. Встреча окончилась общей молитвой Царицы Небесные. 850 генеральных настоятельниц, входящих в состав Международного Союза, провели в Риме одну неделю по случаю пленарной ассамблеи. Сестра Сали Ходгдон, генеральная настоятельница сестер святого Иосифа из Шамбери, рассказала нам о ходе этой встречи. По ее словам, монахини обсуждали вопросы о том, как передавать веру не только в своих конгрегациях, но и во всем мире. Нужно идти все дальше, на самые окраины, туда, где у некоторых людей совсем нет надежды. Нужно быть там, где полная безнадега. Изменения в церкви идут полным ходом, в том числе и на законодательном уровне. Так, новый указ Папы в отношении расследования дела о сексуальных домогательствах касается и монахинь. Члены Совета генеральных настоятельниц присутствовали на февральском саммите, а сестра Салли активно участвовала в написании нового закона. Итак, мы попросили, чтобы были введены четкие принципы и пошаговое руководство. Папа опубликовал их в кратчайшие сроки. И это говорит нам и всему миру о том, что мы не будем этого терпеть. Мы не будем терпеть насилие в любом его проявлении. А чтобы этого избежать, у нас есть закон. Благодаря тому, что так много женщин собралось в одном месте, неизбежно стал вопрос о роли женщины в католической церкви. А совсем недавно во время обратного перелета из Северной Македонии Папа ответил на вопрос, сказав, что создал комиссию, изучающую роль женщин и диаконов в церкви. Известно, что в ранней церкви существовали женщины-диаконы. Однако не ясно, было ли это рукоположение или нет. Этот вопрос в настоящий момент изучается и обсуждается, и до сих пор остается открытым. Мы понимаем, что сейчас мнения членов комиссии расходятся о том, было ли это таинство рукоположения или просто благословение. Это важно, поскольку есть женщины, которые чувствуют призвание быть диаконисами. Поэтому для них важно, чтобы это исследование продолжалось. И мы будем надеяться, что однажды в церкви будет женский диаконат. А в настоящее время важно, что для того, чтобы участвовать в дискуссиях, женщине совершенно не нужно иметь титул. Такая генеральная ассамблея, на которой собираются настоятельницы со всего мира, проходит раз в три года. Во время этой встречи монахини обсудили, как заботиться о планете и укреплять веру и духовность народа, помогать мигрантам и людям, выбравшимся из рабства. Саммит по вопросам защиты несовершеннолетних, на который съехались епископы со всего мира, завершился три месяца назад. За это время Папа Франциск сформулировал новый закон, в котором ясно прописаны цели и задачи церкви в настоящее время. Закон закрепляет за духовенством монахинями и другими церковными деятелями ответственность докладывать о совершившемся насилии. Он определяет процедуру донесения, чтобы можно было быть уверенными, что преступления будут рассмотрены подходящим органам власти. Закон также защищает пострадавших от насилия. Новые правила подразумевают немедленное осуждение не только случаев насилия, но и сокрытие подобных правонарушений. Закон вступает в силу в июне. Он распространяется на всех монахов и монахинь католической церкви, вне зависимости от занимаемого ими положения Исана. Сейчас есть закон, который определяет главные стадии расследования в отношении любого члена церкви. Это может быть епископ, настоятель или монах. Вся церковная иерархия подзаконна не только Божьему уставу, но и каноническому праву. Каждый человек ответственен за совершенное им преступление. Больше ни у кого нет иммунитета. Не имеет значения, как высоко он находится в церковной иерархии. Указ Папы «Вы – свет мира» также предусматривает систему наблюдения за епископами через митрополитов и самих мирян. Так, к 2020 году каждая епархия должна создать рабочую систему донесения о сексуальных злоупотреблениях. Другим важным нововведением является ускорение расследования случаев злоупотребления. Епископы должны немедленно сообщать Риму о всех поступивших жалобах. Кроме того, отвечающая за эти расследования декастерия должна будет предоставить римской курии первый отчет о предварительном расследовании в течение 30 дней, а само расследование не может продолжаться более 90 дней. Назовите самый посещаемый музей мира. А. Парижский Лувр Б. Национальный музей Китая В. Национальный музей воздухоплавания и астронавтики в Вашингтоне Выберите правильный ответ. Вы смотрите Ромрепортс для России. Назовите самый посещаемый музей мира А. Парижский Лувр Б. Национальный музей Китая В. Национальный музей воздухоплавания и астронавтики в Вашингтоне Правильный ответ А. Лувр посещает 8 миллионов 100 тысяч человек каждый год Вы смотрите Ромрепортс для России. Ромрепортс для России Я думаю, что этот вопрос можно решить с помощью образования. Образование помогает нам понять и принять наше различие. Я бы сказал, что этого можно достичь, если люди станут чуть более внимательны друг к другу. Сейчас мы все мыслим очень эгоистично. Нужно побывать в других странах, узнать их культуру и обычаи. Нужно вести образовательные программы о разных культурах, чтобы люди больше знали друг о друге. Ситаука Турлоу пережила бомбардировки в Хиросиме. На одной из общих аудиенций святейшего отца она подарила папе свечу за мир. Святейший Отец, пожалуйста, задуйте эту свечу с тем, чтобы в мире больше не случилось того, что было в Нагасаке и Хиросиме. В 1945 году Ситаука было 13 лет, когда США сбросили атомную бомбу на Хиросиму. До сего дня она хорошо помнит все, что случилось после взрыва. Люди просто горели заживо, так что почти не оставалось останков. Волосы вставали дыбом от того, что части тел человеческих были оторваны, а некоторые буквально выцарапывали свои глазные яблоки. До бомбы это был тихий город, а после стал городом смерти, где люди просто болтались туда-сюда, ища воду. Атомная бомба полностью разрушила город и мгновенно убила сотни тысяч человек. А через три дня США сбросили атомную бомбу на Нагасаке. Впоследствии еще больше людей погибло от радиации после взрыва. А те, кто выжил, до сих пор принимают особые лекарства. Наша собеседница говорит, что это был ничем не оправданный акт насилия. К тому моменту Япония уже вела мирные переговоры с США. Поэтому единственным объяснением может быть лишь то, что Америка хотела испытать свои новые атомные бомбы. Япония была полностью разрушена к тому моменту. Я знаю, потому что я там была. Люди голодали, даже солдаты ждали, когда будет пища. А пищу никогда не привозили, так же, как и новое вооружение не доезжало, потому что большинство кораблей было подтоплено флотом США, а самолеты сбиты. Международное право этого не разрешает. Солдаты должны сражаться с другими солдатами, а не убивать женщин, детей, младенцев и стариков. Воспоминания об этой трагедии помогают нам понять, почему Папа Франциск и Ватикан постоянно осуждают само наличие ядерного оружия в мире. Ватикан был одним из первых государств, подписавших договор о запрещении ядерного оружия, предложенный ООН. Во время встречи, на которой обсуждалось ядерное разоружение, Папа сказал следующее. В международных отношениях не может доминировать военная мощь, взаимное запугивание и афиширование военных арсеналов. Оружие массового уничтожения, особенно атомное, создает не что иное, как ложное чувство безопасности, и не может служить основой мирного сосуществования между членами человеческой семьи. Наша собеседница говорит, что несмотря на случившуюся на территории страны трагедию, японское правительство не желает отказываться от ядерного оружия из-за отношений с США. Поэтому она путешествует по миру и рассказывает об ужасах ядерной войны, чтобы будущим поколениям не пришлось с этим столкнуться. В ноябре 2018 года муж Асии Биби возвал к правительствам европейских стран об убежище для своей жены и всей семьи. В то время ее отпустили из тюрьмы после почти 9 лет заточения в нечеловеческих условиях. Напомним, что женщину обвиняли в оскорблении пророка Мухаммеда по закону о богохульстве. В январе 2019 года Асия была полностью оправдана Верховным судом Пакистана, несмотря на то, что к тому моменту уже была подана апелляция, которую недоброжелатели хотели оспорить, вынесенная судом помилование. Суд постановил, что обвинение в богохульстве было ложным с самого начала. Получив помилование, Асия могла свободно выехать из страны. Однако, по выходу из тюрьмы, женщине пришлось прятаться в подполье от радикально настроенных мусульман целых 6 месяцев. Те угрожали убить ее, несмотря на неоднократное заявление суда о ее невиновности. В настоящее время мы получили подтверждение, что Асия Биби находится в безопасности в Канаде. Там она воссоединилась со своими пятью детьми и надеется, что канадское правительство предоставит ей убежище. Смотрите в следующей программе. Мы расскажем вам о ходе подготовки к Октябрьскому Синоду епископов Амазонского региона. Все это гораздо больше в Ромрепортс для России. Редактор субтитров А.Семкин